конверты положу что-то? ну что, надо было прядьку отстричать, а нет, нет нет, ну сейчас сверху оставлю пока всем чудесное весеннее доброе утро сегодня у нас просто класс ну вид конечно не очень на улице это просто чудесная погода как летом солнышко птички поют окна правда грязные у нас все закрыто потому что кто спит второй свой дневной сон мы его побрили он такой лысенький вообще другой вообще другой как будто не мой ребенок укрыт хорошо потому что пеленкой укрыт и еще вот пледиком сверху потому что форточка открыта дует из окошка прям видите эти штук надувается и чтобы не дуло я закрыла чтобы он свежим воздухом дышал басала мне сегодня с утра диван описывал а то сейчас опять привяжется поэтому постелила пока вот у меня с утра уже мама она мне помогает моет полы я сейчас буду гладить кстати вот не реклама видите не обзор а просто просто показывает а то многие думают что мы моем этой швабры только во время рекламы нет вот моем постоянно вот мама моет эти эти швабры я говорю многие думают что мы этой швабры только во время обзора не все спрашивают но вы же рекламируете нет девочки знаешь маневренность у нее очень хорошая особенно для возрастных людей вот когда подлезть на коленки вот не можешь устать девчонки она видеть она все стоит 361 вот здесь вот то что низко диван а тут все уголочки девчонки все уголочки сразу грудь и не реклама это мы просто вам говорят просто мама моет и я решила снять так вот смотрите у нас что за окошком мы еще будем погулять я вам покажу сегодня вообще обалденный день конечно наконец-то к нам пришла весна и стал таять снег а то вообще же все горы лежали тут помните до забора было хотя бы вам появляются наши растения если они выжили не знаю тут приехал к нам курьер и привез посылку заказала я ванную новую и взяла еще горшок максиму на будущее честно нервы мои сдали уже купать и максима в этой складной ванночке который постоянно во время купания складывается вся вода выливается и как купание так стресс заказала пластиковую ванну обычную как говорит моя мама еще никто ничего лучше не придумал чем старая добрая пластиковая ванночка так ну давайте посмотрим вот такая у нас теперь ванночка эта модель называется шаттл очень ребят удобная вот прям советую от души посмотрите у нас вообще сама ванна она нестандартная она всего лишь 80 сантиметров она узкая и поэтому сюда не каждый ванночка встанет но вот эта модель стала идеально она видите у нее такие скругленные края именно вот то что нужно и она сюда встала устойчиво прямо идеально вошла вот сама ванна выполнена из толстого пластика приятного на ощупь вот такая вот милая аппликация два кита и сама ванна от компании кидвик удобно что здесь предусмотрены вот такие выемки для купальных принадлежностей можно поставить пенку мыло также в этой ванночке предусмотрен термометр вот здесь он сейчас поближе вам покажу а здесь три шкалы холодная вода идеальная и горячая в зависимости от температуры здесь появится галочка если она идеально эту галочка появится в серединке очень удобно появилась галочка значит я знаю что для моего малыша безопасно это вода она не горячая и не холодная так хочу немаловажная деталь вроде бы такая мелочь приятно вот тут есть трубочка объем достаточно вытащить и вода сама по себе через это сливное отверстие уходит не нужно ванну полную водой наклонять не нужно поднимать все очень быстро и просто и обратите внимание насколько это ванна большая ребенку до года точно хватит но еще пока на сайте выбирала максимка у меня еще маленький он сам в ванной не сидит поэтому мне нужен был гамак чтобы обе руки были свободны и когда моешь малыша потому что неудобно одной рукой его потеря держишь а другой намываешь это у крайне неудобно и еще гамаки ребят тоже бывают разные вот этот вот просто идеален я вам сейчас покажу насколько покажу как в нем лежит ребенок удобно вот такой гамак идеально он и быстро сохнет видите тут такая сеточка я сейчас вам покажу как это смотрится в деле мы максим когда первый раз купали в этой ванной и в этом гамачке мы просто были счастливы потому что наконец-то ребенок полежал в ванной по нормальному и мы смогли его нормально помыть за это время ему удобно и нам комфортно все остались довольны не нужно переживать что малыш нечаянно нырнет его не нужно постоянно поддерживать на весу и обе руки свободны вот такой комплект и из ванной и гамака по моему мнению идеален для водных процедур но не смогла я остановиться просто так на ванночке и гамаке там очень большой выбор на сайте кидвик много гигиенических предметов красивых и на вырост купила для максима горшок грант мне понравилась форма высокая посадка есть спинка на которую ребенок может облокотиться и самая важная вещь это съемная чаша она легко снимается ее удобно переносить мыть каждый раз не надо горшок мыть полностью покупками я довольна мне дизайн и качество на высоте очень удобные вещи все у кого маленькие детки или все кто готовится стать мамами рекомендую зайти на сайт кидвик и посмотреть их ассортимент ссылку на сайт кидвик оставлю в описании к видео сможете все посмотреть сами девочкам это сейчас скажет алена с камерой хоть папа нет мы полы всегда протираем потому что маленький ребенок у нас доме кошка поэтому мы знаете не то что моем мы было как влажный убор да вот что потому что ребеночек иногда на пол на коврик ложишь и надо что это каждый день кого есть время быстренько алёныши взяла швабру алёна быстренько потёрла денис взяла швабру быстренько потёрл кстати последний раз денис мыла до этого я мыла сейчас вон у меня глазки целая куча вот 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 показываю сейчас буду гладить там тоже еще белье висит еще даже не снимала сейчас покажу как такой влог сегодня опять будет какой-то не знаю как просто взяла камеру и пошла снимать вот видите у меня сколько еще тут висит кстати вот в этой комнате у нас сейчас все подряд все подряд когда мы ее уже сделаем не знаю вот кашка стоит которую нам на прикорм прислали вынесла потому что здесь похолоднее и смотри сколько у нас бутылок мы же воду специально детскую для максима покупаем вот это вот это мы все уже выпили смесь разводим быстрее бы уже качельки вынести на улицу короче такие дела где мы на улицу сегодня очень хорошо кошкам это сейчас надо покормить их ходить этих бездомных хочу вам показать как у нас уже все оттаяло я помню когда видели город наш и говорили до вас всех затопит да тут будет ужас столько воды вот смотрите как тает пока 10 ничего не копался сама пошло где все оттаяло горы все меньше и меньше воды нету сухо возле дома нам в этом плане повезло у нас как-то дом немножко на возвышенности даже не очень когда все это еще подсохнет только наверно в июне месяце потом только можно будет хорошенько гулять пришли домой после прогулки и решила я навести порядок своей аптечке как вы знаете мы тут недавно переболели и поэтому постоянно рылась я в аптечке что-то искала и навела здесь беспорядок и да еще и у максима прибавилось куча лекарств поэтому я решила выделить для максима вот эту маленькую емкость для его лекарств пусть тут будут только его и тут же будет аппарат для ингаляции перебрала я все свои лекарства очень много было лекарств которые остались от и к для стимуляции которые я пила там после во время беременности даже некоторые в коробках еще остались и я специально перебирала думаю соберу все эти препараты и куда-нибудь группу сообщу или девчонкам кто и к занимается отдам потому что мне они уже точно не нужны но проверила а у них у всех уже истек срок годности ну конечно я этим занимался уже достаточно давно поэтому они все с истекшим сроком пришлось выкинуть да и многие препараты не для эко обычные тоже срок годности истек поэтому я бы выкидывала еще у меня очень много осталось витаминов и бадах с тех времен когда еще у нас не было санкции и я заказывала их сахерп очень много все мы это выпить не успеваем поэтому они стоят и не знаю даже будем ли мы их принимать в общем тоже не знаю куда их деть возможно тоже придется избавиться хотя с другой стороны наверное у витаминов и бадов может быть нет срок срока годности такого как у лекарств и вот как-то так я распределила здесь отдельно максим кины отдельно вот эти бады слева и тут лекарственные препараты а также коробочка с салфетками спиртовыми и различными бинтами только что приехала ездила сама в элберис и в детский мир нужны были пеленки одноразовые и еще одну упаковку baby go трусиков купили 611 очень нравится так купила кукурузную кашу мы уже едим рисовую едим гречку и хочу кукурузным и баночку так это указала на в адрес карточки для малышей на плюс сейчас посмотрим какие они в общем то что что рублей были создавали сладко купила это ночник мне нужен ночью вставать потом все покажу это на кроватку такие кармашки в одной будут подгузники джей другой мой телефон и какие-нибудь мелочи это значит у нас мидлер для пюре спасибо моей подписчики не буду называть не знаю можно или нет она мне советует и вот по ее совету купила вот такие грызунки фирма и кэрол есть на в элберис правда стоит очень дорого но из натуральных материалов раскрашенным вручную краски все пищевые будем пробовать грызть натуральный каучук ничем не пахнет сейчас помою и дам еще одну мальчику потому что уже я говорила что мне мальчику купили мне понравилось и качество все идеально после стирки ведет себя супер поэтому купила еще одну так вот карточки которые я вам показывала они двухсторонние здесь очень хорошие яркие сочные картинки реалистичные здесь есть абсолютно все и значит посуда и животные и все короче треугольники тут капусты вот их очень много часы сумки как для развития речи уж наверно еще и заказала карточки звукоподражания называется еще не пришли хочу вам показать как вписались эти красивые чудо кармашки ручной работы в наш интерьер в нашу детскую уж конечно на детскую кровать смотрите сама покупала на вайлдберрис не реклама естественно вот здесь будут лежать у нас памперсы вот еще притащила сейчас туда засуну довольно таки большой карман помещаются много вот и карман поменьше они вдвоем идут я планирую сюда это будет с моей стороны висеть вот тут где где голова я планирую сюда ну все свое например телефон потому что ночью я встаю чаще всего я меняю памперсы кормлю мы ночью до сих пор едим да не знаю всех по-разному кого-то дети не едят ночью мой пока есть сейчас уже конечно реже но есть поэтому я встаю мне нужно смотреть время когда он ел чтобы не перекормить и постоянно телефон у меня знаете где лежал вот здесь вот тут я в кровать его заткнула тут а так телефон дорогой мне постоянно падал на пол новый телефон телефон я уже роняла 1 5 хорошо что он качественный не бьется а так бы если бы уже давно бы наверное разбила вот поэтому тут для моих мелочей будет карман для телефона и всего остального этот кармашек для памперсов ну в общем то мне нравится хоть они тоже не дешевые были конечно органайзеры дешевле но я не жалею что купила за то есть этически красиво радует глаз пришла в детскую через желтые трусики купила сложить их сюда у нас вот здесь памперсы хранятся а это нашла пачку под диваном это еще знаете для мам покупала большие памперсы еще когда я только беременная была она уже готовилась к рождению максима в общем это те еще и старых запасов это уже все новые нам посоветовали другие два бренда офф спринг но офф спринг они очень дорогие я в принципе знаю что они хорошие многие хвалили думаю купить пачку попробовать если прям совсем понравится буду им пользоваться все равно пособие же дают на ребенку буду на него целиком тратить кстати на добрые пособия машинка моя подруга дарила максимки она конечно еще рановато но он уже смотрит нажимает она тут горит пожарная машина это шапочка тоже кто-то присылал зайца удовольствием носим у нас шапочки лежат трусики вот эти я искал искал вот они оказываются здесь пока пока лежит то что большое в основном ну как вы поняли влог сегодня состоит из нескольких дней можно даже сказать это наверное влог собранный за неделю я по чуть-чуть снимала поэтому так вы видите то мы гуляем то опять на прогулке сейчас мама с максимкой гуляют а я решила снять вот это покрывало с дивана и застелить новое здесь конечно у нас беда небольшая потому что максимка постоянно писит мы снимаем с него подгузник естественно и он валяя валяется без подгузников со стараемся подстилать пеленку не промокайку но все равно фонтаны случаются простынь промокает и диван соответственно тоже поэтому в ближайшем будущем я хочу заказать либо купить не знаю посмотрим какую-то непромокаемую просто накрыть ею диван и сверху уже класть пледы ну а вообще конечно я в этом особо ничего страшного не вижу но пописал и пописал а подумаешь в любом случае когда он подрастет скорее всего диван будет заляпанный то руками то шоколадками какими-нибудь то будет писать и нужно будет вызывать химчистку сейчас это все есть вызвал химчистку тебе диван очистили до первоначального состояния просто я знаю у нас такое было мы чистили уже один диван в общем-то его было вообще не узнать диван очистили и от пятен и от всего на и покупки свайперис сейчас быстренько пробегусь так купила еще наборы карточек звукоподражания вот видите тук-тук тик так здесь еще стишки фыр-фыр ежик бам-бам барабан динь-динь в общем все поняли да и вот такие еще тоже карточки тоже звукоподражания ха-ха-р пых-пых короче вот и сейчас он их смотрит и дальше будет смотреть нам пригодится в любом случае кучи хорошие карточки такие вот эти ламинированные даже вот эти нет они тоже такие плотные картонные и края закругленные купила очередную маечку у нас теперь их три все больше брать не буду нам хватит три как раз на смену даже 80 размер взяла но нам хорошо будет так потом взяла просто соски то взяла еще один тапочки как подобие киевских как раньше были мы их любим и два пакета салфеток ловулар это обычные здесь салфетки ничем не пропитаны просто вода видите 99 8 процентов воды поэтому они не липкие не там не без запаха просто как водой пропитанные салфетки вообще идеально для ребенка для рук и вот такие тоже ловулар я уже без вот этих как без рук они идут для груди пустышек сосок и игрушек то есть они идут какими-то веществами вот фитосалфетки в общем здесь ничего такого нет все это на основе трав но они идут для для обработки то есть дезинфицирующие даже для до и после кормления соски можно смазывать без запаха без спирта без липкости вообще тоже классные я не протираю и ручки максиму и пустышки протираю потом можно даже не смывать и грушки дезинфицирующим это вот эти мне прям очень зашли но эти классные ну все максимка с денисом спят а я наводила порядок в морозилке мясо наконец-то заканчивается почему говорю наконец-то что-то одно время так много накупили и полный холодильник был забит почищаю вот это филе индейки чисто филе вот это грудка это филе бедра птицы в общем вот это вот и хочу сделать фарш и добавить в него куриный фарш и добавить в него кусочек вот такой жирной свинины ну чтобы он был не совсем уж постный потому что это все вот постное мясо совсем без жиринки а это у меня печень печень хорошая говяжья домашняя тоже никто как-то не ест особо хочу и перекусить сделать печеночные котлеты котлетами как-то быстрее съедается вышли с максимом погулять сегодня дождь поэтому сверху накидка такая кто-то даже предположил что у меня в логе сильно запаздывает потому что у нас до сих пор лежит снег нет налоги не запаздывает выходит очень даже оперативно ну вот такая погода такой климат у нас представляете вчера правда вот было солнышко сегодня вообще ужасно да у нас много снега в этом году поэтому и снег там особо не торопится еще пока не потеплело поэтому вот так в общем попросили опять родители посидеть с максимкой а сами выехали ну вообще мне нужно сегодня на боток съездить я наконец-то записалась второй раз и в этот раз точно не пропущу уже ну уже рассказывала в принципе меня спрашивали ботокс или гиалуронка я пробовала и то и другое лично мне ботокс больше нравится а там уж смотрите сами от гиалуронки и вообще никакого эффекта не не почувствовала не поняла что за эффект может возможно я сделала просто пару процедур а надо больше вот так и еще если останется время продукты конечно нужно купить опять и если останется время то я хотела в сенсей заехать чтобы купить себе джинсы из-за того что я поправилась ни одни джинсы которые носила раньше мне не лезут это конечно стыдно ну вот так я понимаю что в ближайшее время я не погрузила поэтому носить нечего на данный момент я сейчас джинсов которые носила при беременности джинсы для беременности надо хотя бы парочку купить а там если повезет и я похудею то значит буду носить старые а если нет то кленовые днис вроде тоже хотел заехать в каре чтобы посмотреть себе обувь в общем посмотрим сейчас чё к чему взяли мы бананов вот такие груши аббат 269 рублей вот вам ценники кстати ну что мы уже много сделали я уже съездила на ботокс меня обкололи вот даже синячок небольшой сразу конечно эффекта не будет эффект будет через неделю а то и две полный эффект через две недели через 14 дней заезжали мы померить джинсы и денис мерил в каре обувь ничего нам не понравилось я про себя даже говорить не буду просто не взяла ничего а денису тоже в общем ничего не подошло под то что он хочет под те штаны которые он хотел ничего не было к сожалению вот мы уже приехали домой родители уехали у нас была целая сумка продуктов снимать и не стала уже что там купили из того мясо которое было накрутили фарш это вот свинина и курица это темное мясо говядина просто говядина с луком два фарша у меня были еще с лета заморожены перцы вот такие стаканчиками я хочу сейчас сделать напаршивать перцы фарши я уже сбилась какой по счету день мы гуляем с максимом и у нас вот такой silent hill этот туман уже не знаю сколько дней держится наверное неделю моросит дождь туман в общем погода просто мерзкая весна где-то затерялась по пути и перебей я не знаю когда это закончится прямо ну не нравится такая погода конечно настроение всегда зависит от погоды когда встаешь и утром солнышко то как-то не знаю хочется все делать хочется жить а вот когда такая вот мерзкая особенно весной конечно же апатия сон сонное настроение дома сонное царство все спят денис тоже крылья спать постоянно хочу только вот этот маленький не спит надеюсь сейчас тоже заснет мы вчера там мясо на фарш крутили вырезали какие-то косточки жилки еще у филешка осталось этого бройлера знаете чего вчера стали филе резать на кусочки а я до этого заметила что она с каким-то привкусом я что-то из него приготовила и мне не понравилось а внутри так такие знаете как зеленоватые какие-то прожилки по моему я спрашивала раньше что это такое мне сказали что это от того что бройлер или там дюк быстро растет не успевает там идти в рост и вот это какая-то зелень в мышцах появляется в общем вот в этом филе было ее очень много и мы решили это все это все филе отдать собаке поэтому хочу максимку усыпить и сходить к этой собачке и кошкам в тот дом и покормить их уже второй день ищу в доме сантиметровую ленту не могу понять где она у нас хочу померить размер вот этого одеяла это одеяло нам выдавали в роддоме как подарок такая была сумка на я наверно показывала такая сумочка она полностью была забита всякими вещами принадлежностями для ребенка было вот такое хорошее большое одеяло был костюмчик но я вам наверное показывала поэтому толку все уж показывать не буду но вот что вот такой вязаный костюмчик бежевый к нему шла шапочка к нему шел нательный вниз костюмчик тоже классный все качество отменное у всех товаров которые были в этой сумке и вот мне очень нравится это одеяло оно довольно таки большое но я хочу попробовать чтобы под ним максим спал у нас вообще проблема я говорю сбивает все спины вы себя ногами что мешок что это беру к себе ноги холодные у него потому что он раскроется и лежит всю ночь это голый беру к себе под нашим одеялом ему жарко он начинает потеть и вот надо что-то среднее и такое большое чтобы он не смог сбить ногами вот я думаю может быть вот это дело хочу померить у меня есть когда еще с васильком работали я заказывала там постельный комплект детский и там есть пододеяльник на это одеяло хочу померить подойдет или нет но если не подойдет куплю постепенно заполняем коробочку максим кино вот мы его стригли первые локоны тут принесла бирку с роддома сюда надо положить некоторые таки конечно не очень вот прям видно уже лицо было так это снегки значит сюда положу это бирочка сюда бирочку положу еще у меня есть знаете этот пупок отвалившийся я не знаю зачем мне его всучили в общем в роддоме отдали я не знаю куда мне его дети не выкидывать же м